Дневной разворот в эфире. Моё расстояние от микрофона, да, потому что в масках работаем, мне не очень удобно это всё регулировать. Хорошо, ладно, сейчас что-нибудь придумаем, посмотрим. В общем, два часа мы работаем, после 12 часов будет у нас Екатерина Сметанина в гостях, заведующая отделением профилактики Центра СПИД. Мы поговорим про диагностику и лечение ВИЧ и о том, насколько сложен этот диагноз в лечении, получается ли с этим диагнозом полноценно жить. Это всё после 12 часов. Ну, а в 11 у нас вот сегодня такая новогодняя тема. Снег пошёл, вроде как уже настоящая зима. На прошлой неделе стало известно о том, что власти готовы потратить 23 миллиона рублей на оформление города всё-таки, наверное, к Новому году. Плюс там какие-то небольшие дополнительные средства. И вот сегодня мы хотим со слушателями поговорить всё-таки. 23 миллиона. Готовы? Давай сейчас мы телефон продиктуем. 909-720-101-0. У нас есть Viber, WhatsApp. Можно писать в Telegram, можно отправить SMS. 8-909-720-101-0. Ну и 211-101 номер телефона прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь. Значит, чтобы вы понимали, в прошлом году на оформление театральной площади потратили 14 миллионов. И когда стала известна эта сумма, было достаточно много разговоров и обсуждений, стоит ли вообще такие деньги вкладывать в разовое фактически мероприятие. То есть Новый год пройдёт, лёд, который привезут откуда-то с рыбками, либо с уточками, либо ещё с чем-то растает. И деньги, собственно, будут потрачены фактически на воду и на воздух. А мы помним, что в предыдущие годы до этого бывало так, что погода подводила. Все новогодние украшения театральной площади, которые сделаны из льда, таяли. Приходилось в срочном порядке это всё восстанавливать. Ну и вот это вот всё 14 бюджетных миллионов. Это было в прошлом году. В прошлом году депутаты, если мне память не изменяет, от «Справедливой России», даже выступали с предложением перестать всё-таки тратить деньги на вот это вот ежегодное безумство новогоднее, а лучше направить их на ремонт окон в школах или ещё куда-то. В этом году, учитывая сложившуюся эпидемическую ситуацию, у нас праздников не было. Не было масштабного отмечания Дня города, Дня России. И денег, как я понимаю, удалось сэкономить на всём этом. И плюсом ещё вот та сумма 23 миллиона – это не только же оформление театральной площади, как пояснял Дмитрий Печёнкин, заместитель главы департамента городского хозяйства. Это много что ещё. То есть это пять катков. Я не знаю, Даша, может быть, я там ошибаюсь, да? Ну, оформление сквера у фонтана. Четыре катка. Четыре катка. То есть не только театральная площадь, вот сама по себе этот ледовый городок, но и ещё кое-что. Плюс вот сэкономленные средства. 23,5 миллиона – это сумма контракта, максимальная сумма. То есть во время торгов может она быть снижена, конечно, но по опыту не помню, чтобы значительно снижалась. Ну, мне вот коллеги говорили, что они проводили какой-то опрос по поводу того, что вообще люди, в принципе, думают об этих тратах. Я, к сожалению, не могу найти, если меня кто-то слышит, возможно... Я помню, там были варианты. Может, ты помнишь, за что люди голосовали. Я сейчас дословно их не воспроизведу, но там примерно история была такая, что там поддерживаю тетрады и пойду гулять, не поддерживаю тетрады категорически, и там мне всё равно совершенно, как будет оформлена театральная площадь. Так вот, по-моему, этот третий вариант, он как раз набирал максимальное количество голосов. Ну, это совершенно логично, почти 50%. Учитывая, что все заведения будут работать до 23.00, ну, по крайней мере, те, кто не хочет нарушать законодательство, да, соответственно, большинство людей всё равно будут отмечать Новый год дома и в районе театральной площади, но максимум, наверное, будут только те, кто непосредственно в районе этой театральной площади живёт. Ты думаешь, не пойдёт никто гулять в новогоднюю ночь на театралку? Вот мне-то кажется, что пойдут люди, ну, то есть они, конечно же, встретят праздник дома, но традиционно у нас бывает как, там, 12 часов, часы, куранты пробили, президента послушали, шампанского выпили, салатами заели, собрались и пошли гулять, если погода к этому располагает. Но раньше бывало так. Да вот давайте, слушатели, пойдёте ли вы вообще на театральную площадь, и будет ли для вас иметь значение, украшена или нет она, как она оформлена? Ну, вот просто, не знаю, на мой взгляд, я вообще обычно, конечно, придерживаюсь той точки зрения, что не совсем корректно, да, переводить, сравнивать там одни траты с другими, да, когда нам говорят, что, типа, зачем вы тратите деньги на новогоднее оформление, давайте лучше потратим их на окна в школах. Окна в школах – это окна в школах, они обязательно должны быть заменены. Новогоднее оформление – это новогоднее оформление. Но 2020 год, он немного всё равно корректирует. Ну, я вот должна озвучить сейчас ту информацию, которую коллеги, да, вот сейчас мне прислали. Значит, в следующем году, бюджет просто сейчас как раз обсуждается, в следующем году 24 миллиона рублей планируется выделить на повышение зарплат работникам сферы дополнительного образования. 20,5 миллионов в следующем году планируется выделить на содержание всех парков и скверов Кирова в течение года всего, при этом на оформление театральной площади, ну, который, ну, месяц пусть поставит, ну, хорошо, пусть два. Четырёх катков, ладно. И сквера на театральной площади пока предполагается 23,5 миллиона. Вот сопоставимы эти суммы? Наверное, да. То есть содержать все парки и скверы Кирова в течение года стоит дешевле, чем оформить театральную площадь на два месяца. А ты вчера мне говорила, что какие-то города тратят гораздо меньше. Да, у нас сегодня будет на связи, да, наш коллега, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Саратове, Оля Радина. И вот то, что я вижу в интернете, то, что сейчас есть в открытом доступе, это траты на украшения их театральной площади, у них тоже театральная площадь, это 3 миллиона 600 тысяч рублей. Я не могу понять, это в целом оформление площади или это только оформление ёлки? Ну вот смотри, я вот вижу, что коллеги, девочки, да, писали у нас, что в Екатеринбурге решили не делать новогодний городок на главной площади, хотя на торгах уже даже определили победителя. Расходы оказались сопоставимы с тратами на покупку компьютерного томографа, который людям нужнее в период пандемии. Ага. То есть вот деньги распределились как-то так. Ну то есть не совсем понятно, действительно ли их перебросили куда-то, потому что, как мы знаем, у нас не так-то просто с бюджетными деньгами перебрасывать их с одной статьи на другую. Мало того, скорее всего, покупка томографа это всё-таки областной, наверное, бюджет, а не не город, но тем не менее. Я думаю, в ценах, наверное, имеется в виду, что сопоставимы. Причём в Екатеринбурге была же история такая, там, насколько я понимаю, сначала всё-таки вот разместили эту заявку и вроде решили, что будут оформлять. Народ возмутился, горожане сказали, ребят, вы что, с ума сошли? И после этого, собственно говоря, всё переиграли. Есть у нас звонок. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Денис. Денис, я так понимаю, это Денис Ерохин. Да, здравствуйте. Всё верно? Да, да, да. Да, Денис, вы, я так понимаю, как раз вот сейчас с комиссией Гордумы выбежали, чтобы с нами поговорить? А, нет, нет, это не тот Денис. А, не тот Денис всё-таки, хорошо. Это, который вы постоянно слушаете. А, хорошо, Денис, значит, всё-таки я не ошиблась в самом начале. Давайте тогда ваше мнение, я так понимаю, что вы высказаться хотите. Да, из года в год одно и то же, конечно же, происходит. Мне, как жителю, непонятно, почему деньги бюджетные нашего города тратятся на лёд, на воду. Уже сколько можно сделать, уже давно пора долгоиграющей конструкции. Наши местные производители, я думаю, что без проблем могут сделать из оргстекла, из какого-то пластика, подсветкой. Я думаю, что это будет красиво, эстетично и долгоиграющее всё. И не нужно будет тратить такие громадные деньги. То есть у вас непосредственно к материалам, из которых всё это изготавливается, есть вопросы? Ну, конечно, нужно сделать давно уже долгоиграющее. Не нужно будет тратить такие деньги бюджетные наши. Можно пускать их на конкретное какое-то развитие нашего города. А не только пускать пыль в глаза. А в целом, вы как считаете, стоит всё-таки оформлять город к Новому году и тратить на это значительные средства? Или, учитывая, что мы всё равно будем, ну, наверное, большинство сознательных горожан постарается всё-таки в массовых каких-то мероприятиях участия не принимать, не стоит тратить деньги? Ну, подумаешь, там, пойдёт Новый год без оформления. Ну, лично я считаю, конечно, можно деньги тратить, но нужно деньги тратить с умом. То есть не за такие колоссальные деньги делать всё это дело. Я думаю, что предприниматели, многие согласятся с удовольствием поработать, и не за столь внушительной суммой, потому что заказы же поведели. Город, конечно же, можно украшать, но не за такие деньги. Всё можно сделать экономно, как сказать, по-хозяйски, от души, а не так, как чеши-маши, кидать деньги направо и налево. А не доводилось, Денис, вам общаться, возможно, с кем-то там из потенциальных подрядчиков, кто задаётся вопросом, почему такие деньги, вот мы бы сделали за гораздо меньшую сумму? Естественно, это, естественно, 100% такие люди есть, и фирмы такие есть, которые готовы поработать для своего города, не за такие деньги громадные. Ну вот вместо 23 миллионов реально сколько можно вообще потратить? Это они хотят потратить только на площадь или на весь город? Нет, нет, не только на площадь. Ну, там 4 катка ещё. А, 4 катка. Ну, 4 катка можно привлечь, можно было бы и людей, как сказать, не только желающих, а, которые от души могли бы что-то сделать. Не такие деньги, я считаю, можно было вкладывать, громадные. Денис, а вот те бизнесмены, про которых вы говорите, которые готовы там сделать за меньшую сумму, они не собираются заявляться на участие в конкурсе, вот этом, который объявила администрация? Вы думаете, что их пустят? Что значит не пустят? Как это? Вы думаете, что их пустят к таким торгам? То есть у нас торги опять заточены под какие-то конкретные организации? Ну, а как вы хотели? Конечно. В нашем бизнесе всегда такие, в тем более торгах, я думаю, что так оно и есть. Почему елки, образно говоря, в одном городе стоят, положим, миллион там с чем-то, да, миллион двести, может, миллион сто, а в некоторых городах эти елки обходятся в бюджеты города, там, по семь, по восемь миллионов. Может, это елки лучше? Да, ну нет. Такие же елки. Такие же елки. Елки у нас, помню, был какой-то. Ну, конечно. Ну, вот вы сами себе ответили на такой вопрос. Все можно сделать, но нужно делать просто рачительно подходить и по-хозяйски думать. А если работать временно, образно говоря, и чисто работать не от души, а за зарплату, так и будет все продолжаться. Каждый год будут заливать кубики из воды. Денис, а смотрите, вот помнится, несколько лет назад, когда только начали активно закупать, ну, назовем это гирляндами, да, вот эту вот иллюминацию всю, говорили, что ежегодно вот к старой будут добавлять, докупать еще новую, и таким образом вот у нас через какое-то количество лет все будет светиться, радоваться к Новому году, и денег будет, ну, наверное, тратиться меньше. Но в итоге денег каждый год тратится больше, а гирлянд вроде бы больше как-то вот чисто визуально не становится. Ну, так оно и есть, конечно. Не знаете, когда не перегорают, я думаю, это же китайский гирлянд. Так нет, подожди. А вот насчет электротехнического оборудования, конечно, нужно покупать надежное, хорошее оборудование. Сейчас уже скупую платят не дважды, а трижды. Ну, если китайская гирлянда стоит 100 рублей, а они платят за нее 300, так надо думать. Ну, то есть объяснений-то никаких этим не дают? Возможно, где-то на каких-то комиссиях уже этот вопрос обсуждался? Ну, не знаю. Я вот вижу, что происходит с нашим городом в нашей жизни. Лучше что становится, где оно? То есть оно должно петь, сиять и играть. А город погружается у нас в какой-то мрак. Просто вообще. Ну, ладно вам, я честно вам скажу, я в прошлом году была поражена приятно очень тем, как была оформлена театральная площадь и как была оформлена в нескольких точках города, да, вот эти катки и все. Вы мне скажите, сколько раз вы в жизни не радовались вот этому, образно говоря? Чтобы красиво так у нас было? Ну, месяца два я радовалась. Нет, я имею в виду лет за 10, сколько раз это было у нас? Ну, в прошлом году хорошо был оформлен город, это правда. Ну, красиво не город, точки. Вот ты правильно сказал, точки. Ну, нужно делать все долгоиграющее, то есть экономить бюджетные деньги, считай, это будет правильно и разумно по-хозяйски сделать конструкции, можно сделать еще красивше, но они будут уже не одноразово использованы. Деньги будут, естественно, экономиться, можно что-то и в другое пускать. Ну, это смотреть вообще вот в этом году, да, вот эти, вот если конкретно про этот год говорить, понятно, что все равно какое-то оформление нужно, нужно как-то там что-то в этой системе поменять. Но если говорить конкретно о нынешнем праздновании, возможно ли, вот по примеру Екатеринбурга, где уже даже был выбран подрядчик, отказаться все же от новогоднего оформления? Не нужно ли это делать? Да, вернуть эти деньги в бюджет, потом их, возможно, при возможности, я не знаю, есть ли там законодательная эта возможность, куда-то перераспределить? Частично, я считаю, да. А будет кто-нибудь из депутатов выходить, возможно, с этим предложением или с чем-то? Я не знаю, там Денис ответит. Вот думаю, что эфир послушают, может быть, кто-то и выйдет, если, как говорится, больше будут просыпаться у людей, будут работать. Спасибо большое, да, Денис, наш слушатель был на связи, сейчас попросим нашего продюсера Марию набрать еще одного Дениса, депутата Кировской городской думы Дениса Ерохина. Сейчас просто в эти минуты прямо вот идет комиссия городской думы, на которой идет комиссия городской думы, на которой вот перед тем, как мы сели в эфир, как раз стали рассматривать вопрос новогоднего оформления, и Дмитрий Печенкин, который вообще-то в отпуске... А, возможно, нам с комиссией-то как раз сейчас что-нибудь депутаты сообщат. Да, я очень надеялась, что Дмитрий Печенкин выйдет с нами на связь, но как раз вот в тот момент, когда мы садились в эфир, он выступал перед депутатами на комиссии, не мог выйти с нами на прямую линию, но сейчас подождем, может быть, Денис Ерохин, который на комиссии тоже присутствует, найдет возможность выйти из помещения и с нами связаться. Возвращаясь к Саратову, да, к тому оформлению их театральной площади, которая у них планируется. В прошлом году, насколько я помню, они потратили 3 миллиона 100 тысяч рублей, в этом году 3 миллиона 600 тысяч, то есть на полмиллиона больше. И я так понимаю, что это вызвало некоторые недовольства. Мы у Ольи, нашей коллеги Ольги Радиной спросим, что входит в эту сумму. 3,6 миллиона. Это елка. Причем елка у них, насколько я понимаю, все-таки вот та, которая была у нас когда-то, когда сборная такая конструкция, металлические основания и какие-то ветки к ним добавляются. Светодиодный занавес, какие-то деревья по периметру, лампы, шарики и так называемое звездное небо. То есть это вот светодиодный тоннель, тот, который был у нас в свое время, ну вот в прошлом году в парке возле фонтана, насколько я помню, да. И все это выйдет вот в 3,6 миллиона. Ну у нас получается, получается, что у нас больше всего денег потратят на катки? Как жители Саратова экономят? Я не понимаю. В Саратове дешевле, что ли? Ну при этом, вот смотри, вот у нас же вот это звездное небо есть. Оно было в позапрошлом году. Оно было в прошлом. То есть оно есть. На него тратиться уже не надо. Есть еще что-то, на что тратиться не надо, что осталось в прошлых годах. Ну елка точно есть. Елку не надо нам покупать. Елка же у нас многоразовая. Так, подождите. Звездное небо есть, елка есть. Игрушки есть. Игрушки есть. На что вообще деньги-то мы тратить собираемся? На 4 катка 23 миллиона. По логике мы должны каждый год тратить ведь меньше. Как раз на катки тратиться не очень много. Если я помню по прошлому году, там было 16, по-моему, с половиной миллионов, 14 миллионов оформления театральной площади и 2, по-моему, с половиной миллиона как раз на катки. То есть на создание этих катков, заливку их, видимо, на содержание все-таки в течение зимнего периода, потому что катки-то действуют как раз долго. То есть до момента, пока все тает, не начнет, они, насколько я помню, работали. Ну, еще прошлой же зимой, да, постоянно приходилось корректировать эти катки из-за того, что зима была не очень-то зимой. Ну, такая, да, с сотепелью. Совершенно верно. Ну, то есть хорошо, да, возможно, часть каких-то денег пришлось еще сверху накинуть, может быть, на катки. Что? Нет, нет у нас, да? Нет, пока звонка, да, ждем звонка. Ну, здесь, опять же, метеорологи вроде бы говорили, что вот нынешняя зима будет прямо какой-то супер... Очень морозной? Теплой. Теплой будет? То есть все растает? Да, возможно, тут заложили деньги. Все 23 миллиона растают на Театральной площади и поплывут. Ну, помнишь же, помнишь, год был, когда все растаяло, и были такие печальные деревянные зайцы. Я помню, у нас Александр Рассохин, наш коллега, даже фотографировался на Театральной площади. Это такая боль была, вот эта фотография, потому что она была сделана 30 декабря, насколько я помню, да, это выглядело... Ваша покорная слуга автор этой легендарной фотографии. Спасибо, это правда была чудесная фотография. Есть у нас звонок от слушателя, насколько я понимаю. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Святослав, я тоже ваш постоянный слушатель. Да, Святослав. Создавающими праздниками вас поздравляю. Ой, спасибо. Как заранее вы поздравляете, даже новогоднее настроение появилось. Да, значит, я хочу высказать это по поводу то, что вот, ну, это первое во время чумы, как я считаю, а о том, что вот в прошлом году, насколько я так знаю, о том, что лед у нас привозили до Театральной площади и вообще из каких-то других регионов. Из Тюмени, насколько я помню. Да, то есть у меня такое предложение, не знаю, может быть, безумное. У нас же есть вот, ну, как бы какие-то заводы местные произвещения. То есть нельзя, что ли у нас вот эти проформы изготовить, да, куда заливать вот эти, ну, как кирпичики-то делать. И просто вот их замораживать, и просто изгядки-то воды у нас очень много. Ну, если вода не чистая, немножко подкрасить. Не годятся, говорят, Святослав, наши кубики, потому что у нас слишком мутная вода. Те кубики, которые к нам везут, они такие прозрачные. Насколько я понимаю, это готовят на водоеме. На водоеме. Да, никакие формы не заливают это, то есть из действующего водоема завершего водоема. Нет, ну, с учетом того, что если у нас вода такая-никакая, ну, можно же подкрасить в розовый цвет, в какой-то в синий. То есть вообще, заиграя новыми красками по существу, ну, просто тратить безумные деньги на лед, который просто потом растает и развалится, ну, вот, ну, я считаю, что это полный грязь. А как вообще вот вы бы расстроились, если бы в этом году театральную площадь, например, ну, совсем не оформляли, или оформили вот, ну, теми гирляндами, которые там с прошлого года остались? Нет, я бы нисколько не расстроился. Знаете, почему? Потому что, как бы, вот, ну, у людей, когда вы в праздничном стране, то есть вы придете, ну, посмотрите на елочку, ну, знаменитый ролик-то был о том, что елочка вам нравится, ну, всех, как бы, в курсе, там, дедушку показывали, у которого там пенсии никакая. С учетом того, что у людей упали заработки, доходы, то есть многие люди, я не знаю, там, на новогодний стол соберут, не соберут, у нас проблем в городе, безнадзорных животных бегает, сколько бомжей бегает, и, как бы, вот, ну, кто-то будет там праздновать и тратить безумные деньги, тогда, как в городе, ну, людей-то лучше накормить, напоить, и после этого, как бы, праздновать, а не то, что, вот, как бы, кто-то голодный будет ходить, ну, и, ну, там елочка будет блестеть. Да, ну, не все же ходят, не все же ходят голодные, вот, все-таки люди настрадались за этот год, никаких праздников не было, никто никуда поехать не может, там, да, насладиться вот этим вот рождественским безумием, который, там, я не знаю, где-то в европейских странах, ну, кто ездил, да, тот знает. Вот, в моем понимании, вот, ну, провести хотя бы какой-то опрос о том, что, вот, какое количество горожан у нас, вот, ну, побывает на театральной площади. Я думаю, что там не такой большой процент, что там, ну, дай бог, если там 5-10%, то есть не весь город там. Я вот сколько вот, я хотя бы в центре живу, но, вот, честно скажу, я просто мимо проезжаю, но никогда персонально, чтобы там заехать, на площади погулять. У меня такого, как бы, желания не было никогда. Поэтому, как бы, там сказать о том, что, вот, весь город там повалит, все полумиллиона придут на театральную площадь, я думаю, что нет. Какие, конечно, они нужны, вот, как предыдущий, там, слушайте, я звонил, о том, что ведь, возможно, да, есть какие-то искусственные покрытия, да, ну, которые, там, позволяют на коньках или так далее, там, сверху залив какой-то сделать, ну, чтобы площадки какие-то были. И все это сделать, там, 4 катка, сборная-разборная, да, там, бортики, не бортики, другой вопрос. И все, и, как бы, вот, экономия, это в этом и есть. Подход в хозяйственной части, о том, что вот, раз определиться, вот, купить сборно-разборные катки, ну, с этими покрытиями, освещение какое-то и так далее, не то, что каждый год. И плюсом ко всему, как бы, вот эти конкурсы устраиваются, как они расчет, то есть, вот, ну, допустим, кубометр стоит сегодня столько-то вот этого льда. Откуда вот этот расчет берется? Он именно там 100 рублей стоит, а, допустим, не 10 рублей. Соответственно, на тендер заявляет, и, как предыдущие слушатели из-за него, мне кажется, что там понятно, что какие-то свои аффилированные структуры, потому что деньги серьезные. То есть, как там просчитать? Откуда везли, как везли? Мы ведь не знаем о том, что реальные семьи не привезли, или, может быть, там, может быть, вот, искомые привезли. И все это не контролирует. Святослав, еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если все-таки, ну, вот, не отыграют назад решение, да, и, ну, сколько-то там, наверное, во время конкурса удастся сэкономить, да, ну, там, ну, пусть 20 миллионов, да, потратят. Не 23, 23 миллиона заложена максимальная сумма. Ну, пусть 20, например, миллионов потратят. Как вам кажется, в этой ситуации и в нынешней текущей, там, пандемической ситуации, стоит ли запрещать какие-то массовые мероприятия на театральной площади, или раз уж уплочено, так пусть гуляют от души? Нет, я считаю, все-таки, с учетом того, что в виде пандемии она все-таки идет, и достаточно, как бы, и у меня, и в числа моих знакомых, очень много уже достаточно людей, которые переболели. Многие, кстати, которые там пожилого возраста, то есть люди сидят на полном карантине, то есть, ну, дети молодцы, как бы они там берегут своих родственников. Я считаю, что это будет, ну, самоубийственно. То есть Новый год отпраздновали, и потом все поехали по больнице. Зачем? Пожалейте врачей. Спасибо большое слушателю нашему. До свидания. Тут еще вопрос, удастся ли попасть в больницу, на самом деле. Мы сейчас прервемся на рекламу. Уйдем на перерыв. Программа «Дневной разворот» продолжается. В студии по-прежнему Анна Лапшина и Дарита Пузлеева. С нами на связи, насколько я понимаю, наконец-то Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы. Денис, добрый день. Добрый день. Добрый день. Хорошо нас слышите? Да, отлично. Да, правильно ли я понимаю, что вы прямо вот с заседания комиссии выбежали, на которой как раз Дмитрий Печенкин рассказывал депутатам, что же будет у нас с театралкой и городом? Нет? Нет, я не был на заседании. Мы получили информацию, куда все-таки администрация планирует направить вот эти 23 миллиона. И то, что нам говорили о том, что за эти деньги будет украшен чуть ли не весь город, но это оказалось полное вранье. Вот. На самом деле, вот есть смета, которую они нам предоставили. Большая часть, конечно, из этих затрат уйдет на театральную площадь. Ну, вот, например, устройство катка на театральной площади размером 50 на 16, у катка даже есть название, взлет, оно будет стоить 4 миллиона 336 тысяч рублей. Большая горка поехали. 851 тысяча рублей. Значит, новогодняя инсталляция, месяц, 392 тысячи рублей. Фоторамка 249 тысяч рублей. Детская горка для среднего возраста 491 тысяча. Детская горка для детей 270 тысяч. Ну и композиция «Полет в космос», ну, это, видимо, как раз как бы охарактеризует то вот те мысли, это реальный полет в космос администрации. То есть на фоне вот всех этих социальных проблем, на фоне того, что у нас мы летом на крышу в детском садике глава города искала, где можно сэкономить деньги, чтобы крыша просто бежала, знаете, как из ведра. Да, то есть промыло весь детский садик, это вот в Радужном. Там сумма была миллион. А мы на каток готовы тратить 4,5, почти миллиона рублей. Денис, а каток, вот этот каток 4 миллиона, это только вот его первичное обустройство или содержание все же всю зиму тоже? Нет, там, значит, в эту же сумму входит еще потом все это хозяйство демонтировать. На демонтаж они закладывают миллион шестьсот. Сколько из четырех? Демонтажные работы на театральной площади и в сквере миллион шестьсот тридцать четыре. То есть еще появится каток в парке на Авиатского ЛПК 40 на 40 размером, стоимостью 608 тысяч. Там жители всегда своими силами и с помощью предпринимателей заливали сами катки. То есть там при минимальном участии администрации, но, видимо, это стало неинтересно. Тут, видимо, интереснее освоить бюджетные деньги. И вот каток в парке Гагарина 2 миллиона 107 тысяч. Каток в Александровском саду, он 18 на 36. Будет 860 тысяч. Даже если посмотреть по площади, по квадратному метру стоимости катка, честно говоря, цена образования, оно вообще непонятна. Мне кажется, это вот так вот. А почему на театралке такой дорогой каток? Ну, от какого-то вот просто вот, потря в небо это делать. А на театральной площади земля дорогая. Извините, я не знаю, просто как так еще объяснить. А кто-нибудь просто задаст этот вопрос, почему каток на театральной площади стоит 400, ой, 4 миллиона? Почему каток на театральной площади? Что с ним? Конечно, мы зададим этот вопрос. Вот тут вот написано к стойкам. У катка, так вот, устройство катка взлет 50 на 16, установка ограждения металлокаркаса, обшитый деревянными щитами и декоративными баннерами. К стойкам ракета опорных фундаментов из бетонных блоков монтируется натянутая на тросе звездное небо. Заливка льда. И вот сумма 4 миллиона 336 тысяч. Звездное небо, наверное. Вообще, для понимания, на этой же комиссии, вот комиссия по благоустройству, которая проходила сегодня в 10 часов, засматривала, сколько потрачено на окна. Значит, на окна в образовательных учреждениях. Ну, это все подведомственные учреждения. Это, значит, садики, там, школы, там, детские, ну, различные вот все учреждения, которые департаменту образования. На окна потрачены все электронные аукционы состоялись. Цена заключенных муниципальных контрактов составила 40 миллионов 827 тысяч рублей. То есть мы на окна, которые выпадывают, которые реально выпадают и сгнили уже. Вот там вот в православной гимназии, на театральной площади, которая находится там, в других школах там. Окна реально сгнивают. То есть они стоят в основном с момента постройки вот этих школ, да. То есть и мы тратим чуть больше, да, ну как чуть больше там, в два раза, но тем не менее не сопоставимые вещи. Либо сделать каток, залить лед, либо сделать окна. То есть вообще целесообразность вот этого, это знаете как вот, ну, я не знаю, то есть у вас там крыша у дома упала, все бежит, а вы там обои дома клеите. Вот это примерно из той же истории. Ну, это бред. Я не знаю, кто в администрации принимает решения, что они при этом делают, когда принимают такие решения. Я, честно говоря, в шоке. Понятно, что мы вопросы будем задавать, но и постараемся, чтобы, по крайней мере, ну, эта сумма там осталась от нее. Ну, в моем понимании, ну, не больше 10% от той суммы должно быть потрачено на оформление. Тем более, когда в том году... Подождите, Денис, можно я уточню, не больше 10% это сколько? Получается, 2 миллиона вы считаете? Ну, я думаю, что 2 миллиона, наверное, можно потратить. Учитывая то, что когда мы в том году, также большинство моих коллег возмущалось о том, что сумма, по-моему, там 14 была, она самая очень большая, нам объясняли все очень просто, что мы сейчас закупим нам много гирлянд, много лампочек, потом мы их куда-то уберем, и на следующий год нам не надо ничего покупать, и мы будем там экономить, и у нас все очень будет бюджетненько, и нам все это будет достаточно дешево обходиться, и у нас будет яркий, красивый город. Тем не менее, сумма увеличилась, и куда все это делось, то, что закупалось как бы в том году? Тем более, была закуплена елка, а в документации была закуплена елка, и тем не менее, установка главной гели затраты 383 тысячи рублей. Они получают одну и ту же елку, я прошу прощения, прошу прощения, перебью вас, мы тут просто тоже и со слушателями пытались разобраться, как бы, а где все то, что остается там с прошлых лет, и почему мы опять на это же самое тратим деньги, и почему у детские горки обходятся в 400 тысяч, что вы сказали, ну, то есть непонятные совершенно траты, но ведь эти деньги... Ну, большая там 800, для самых маленьких малышей 270. А эти деньги изначально были заложены, ведь в бюджете, который утверждался, расходы на новогодние праздники или оформления? Нет, в бюджете не было, я так понимаю, что эти деньги наэкономлены на всех праздниках, на днях города и прочее, прочее, они это все собрали, им надо срочно-срочно это куда-то деть. А самая такая хорошая история, когда там, допустим, как бы разыграли, куда-то перечислили, ну, допустим, у нас там стоит плюс два, да, что у нас часто бывает зимой. Ну, нет катка, ну, ничего страшного, там, ходим в резиновых сапогах по этому катку, да, то есть, и как бы все, вроде и деньги освоены, но и в то же время ничего не получили. Поэтому это глупость несусветная, тратить такие деньги, ну, я считаю, что это просто самый легкий способ чтобы их каким-то образом там из бюджета утащить. Вот и все, это мое мнение. Все понятно, спасибо большое, Денис, не будем вас больше отвлекать. Это был Денис Ерофин, депутат Городской думы, он был с нами на связи. Сейчас предпримем еще одну попытку связаться с Саратовым, попросим нашу коллегу Марию нас выручить в этом вопросе. Да, Ольга, насколько я понимаю, ждет звонка. 400 тысяч на детскую горку. А, ну я, честно говоря, о ценообразовании не знаю. Вообще, конечно, если бы кто-то выложил прямо вот детальную раскладку, что сколько стоит, понятно, что работы сколько-то стоит, понятно, что сколько-то стоит, наверное, вот этот деревянный каркас, его же надо привезти, собрать. Вот, судя по прошлому году, не все горки-то ведь на деревянном даже каркасе. То есть есть просто снега? Ну, там есть какая-то снежно-ледяная конструкция, масса, я не знаю. Ольга Радина с нами на связи, главный редактор радиостанции «Эхо Москва» в Саратове. Оль, добрый день. Да, здравствуйте. Да, большой привет. Как в Саратове погода? Погода, ну, прямо скажем, не очень новогодняя, но и у нас и ноябрь. Слякотно, снег выпал и практически весь уже растаял. Понятно, снег выпал и сразу грязь, как у нас, в принципе. Да, ну почти что. Да, Оль, почему попросили выйти с нами на связь? Вы вчера на самом деле были удивлены. У вас новогодние украшения театральной площади обойдутся в 3 миллиона 600 тысяч рублей в этом году, если интернет нам не врет. Не врет, так и есть. Да, действительно, главная площадь будет украшена на эту сумму. При этом я бы не сказала, что у нас там будет что-то такое отличное от прошлого года, когда на эти цели было у нас потрачено 3 миллиона и 100 тысяч. Нам мэр пообещал, что елка будет выглядеть точно так же, как и в предыдущие годы, но сама тумба, крутящаяся, на которой она устанавливается, она будет покрашена не зайчиками и ежиками, как это было в предыдущие годы, а какими-то какими, ну, такими более стильными... У вас еще и тумба крутится. У вас тумбок у нас за 23 миллиона, ничего крутиться не будет. Да, тумба у нас крутится. Ну, в общем-то, она крутится уже довольно давно, и не совсем понятно, почему каждый год у нас тратятся на это деньги. Потому что расходный материал, это вот сами живые ели, которые составляют вот эту вот большую высокую елку, они только закупаются ежегодно, все остальное, это собственный инвентарь, который у нас был закуплен в предыдущие годы. Поэтому вот сказать, много это или мало, довольно сложно, потому что вот изменений каких-то особо не ощущается. Что мы ощущали действительно такого хорошего за наши бюджетные деньги, это было все в прошлом году закуплено. У нас на украшения города Саратова потратили тогда 11 миллионов рублей. Действительно было закуплено много различных световых фигур, там и зайчики, и медведи, и снеговики, музыканты, и такие вот красивые тоннели светящиеся, да, и что-то. Ну, в общем, действительно, саратовцы в прошлом году увидели, каким должен быть наш город Саратов в новогодние праздники. За 11 миллионов, да? Да, за 11 миллионов рублей это было сделано. В этом году вот эти все конструкции, они уже начинают возвращаться на улицы. Вот по центральной пешеходной улице я проходила выходные с детьми, уже стоят вот эти вот там часы светящиеся, те же самые датчики, нишки и фонари. В общем, уже это все начинает возвращаться. А горки у вас на площади есть? Будут? Были в прошлом году? Нет, нет, нет. Тактики у нас такой давно уже нет. Ну, во-первых, у нас и снега, и льда столько не бывает. Последние годы нас вообще погода особо не радует. Если выпадает снег, то это просто какая-то катастрофа, а не радость и никакие не горки. Вот. Что еще интересно для саратовцев будет в этом году? Олечка, 30 секунд у нас. Да. Кроме елки, нашу центральную театральную площадь будет украшать разрушенные здания театра оперы и балета, потому что вот буквально в этом месяце началась его реконструкция, наполовину его снесли, и это будет тоже таким специфическим украшением. Спасибо большое. Наша коллега Ольга Радина была с нами на связи, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Саратове. В Саратове 11 миллионов в прошлом году потратили. Я думаю, что цифры, да, все слышали. Завершаем первый час дневного. И вернемся через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин